Показыватель экономической активности немного различается от экономического роста, как оно понимается экономистами. От экономического роста мы понимаем рост ВВП, реальный рост ВВП. А в ВВП это в первую очередь добавлена стоимость, которая создана в экономике в течение определенного периода. Что касается отзыва экономической активности, то в нем учитывается рост не той стоимости, которая создана, добавленная стоимость, а учитывается маловая продукция. Если исходить из того, что в структуре экономики сложилось так, что последние месяцы в северной части в экономической активности имеют секторы, в которых оттуда добавленной стоимости намного ниже, то можно ожидать, что показатель экономического роста на самом деле будет немножко ниже того уровня экономической активности, который мы наблюдаем. Это нормальный показатель, потому что основные направления экономической активности – это торговля, это строительство, это промышленность и определенные секторы промышленности, в которых основную роль играют секторы или отраслицы низкой добавленной стоимости, и в которых значительное участие имеет определенного рода спекулятивная деятельность. И в целом вот та структура, которую мы наблюдаем, структура роста, имеет свои уязвимые места, не основывается на реальном экономическом потенциале Армении. И можно сказать, что включая в себя определенного рода риски, которые с каждым месяцем проявляются все больше. И если исходить из показателя включенности, которые экономисты используют для оценки уровня или оценки влияния экономического роста на жизнь, но сегодня статистического и жителей страны, то на самом деле есть много факторов, которые можно привести. Это и рост дохода, реального располагаемого дохода, это и увеличение рабочих мест в стране, это показатель, низкий показатель, но по сравнению с предыдущими месяцами или годами, низкий показатель безработицы. И снижение, медленное, но снижение уровня предыдущих в стране. А для того, чтобы реально прочувствовать экономические процессы, которые происходят на серьезном изменении уровня жизни населения, для этого необходимо, чтобы в течение долгого времени экономический рост находился на стабильно высоком уровне. Если мы будем иметь такой рост в течение, скажем, следующих 10 лет, то можно будет сказать, что да, в течение этого промежутка средний уровень жизни населения в Армении с юзными и минусами. В первую очередь, это отрасли торговли, это строительство и отрасли промышленности. Но показатели роста торгового оборота, серьезного роста в разы имеют под собой увеличение международной торговли драгоценными металлами и, по сути, не отражают реальную конкретную способность армянской экономики. И если исходить или проанализировать рост торговли, то здесь также серьезную роль играют те факторы, которые наиболее активно проявились в результате российско-украинского конфликта. Мы можем тысячу раз проводить референдум о вступлении в Евросоюз, но не войти ни разу. Армения не получила приглашение стать членом Евросоюза. И я думаю, что это не внешнеполитическая повестка дня, а имеет внутренние цели. Во-первых, правительство попытается таким образом консолидировать европейские голоса и быть переизбранным, а также попытаться провести всеобщий конституционный референдум под лозунгом вступления в Европейский Союз. И таким образом выполнить требования Азербайджана. Людям скажут, если вы хотите стать членом европейской семьи, идите и голосуйте за новую Конституцию. Это большая хитрость и авантюра, в которую власть попытается вовлечь народ, чтобы потом переложить ответственность за все последствия на этот же народ, как мы видели в последние годы. Считаю я ли реалистичным членство Армении в Евросоюзе? Я должна сказать, что Евросоюз не расширялся последние 10 лет и не собирается расширяться и сейчас. Чтобы стать членом Европейского Союза, необходимо преодолеть множество критериев. Мы видим, что до сих пор и Грузия идет по этому пути. В то же время я должна отметить, что такие страны, как Армения, Грузия, являются абузой для Евросоюза, как в экономическом плане, так и в плане безопасности. Ну, вы можете идти и спросить любого европейского чиновника, станет ли Армения членом Евросоюза. Они будут только смеяться над этим. Моё политическое видение всегда заключалось в том, что мы должны быть государством-членом Европейского Союза, потому что Европейский Союз является самым успешным политическим союзом в истории. Ну, это моё мнение. Этот союз самодостаточен, экономически стойкий, хотя в последние два года здесь есть множество проблем из-за русско-украинской войны. Конечно, членство в Европейском Союзе в итоге сделает Армению членом европейской семьи, системой ценностей, институтами и многополитическими экономическими плюсами. Но, ещё раз повторяю, что нас там сейчас никто не ждёт. И в этой неоднозначной глобальной геополитической ситуации, я думаю, что проведение искусственных референдумов может создать только глубокие проблемы для Армении. Заставить азербайджанскую власть подписать мирный договор. Но я считаю, что это невозможная задача, потому что Азербайджан не готов к миру. Вся политика ведётся для того, чтобы подталкивать с нестабильным действием в регионе, для того, чтобы военным путём раз и навсегда решить проблему армянского государства. США пытаются увеличить давление на Азербайджан для того, чтобы мирно урегулировать все острые стороны и конфликты между Азербайджаном и Арменией, для того, чтобы наладить стабильность в регионе в контексте геополитических и глобальных столкновений между западными странами и Россией. Соединённые Штаты и западные страны пытаются предотвратить всякие негативные последствия, которые могут оказать негативное влияние на национальные и стратегические интересы западного мира. Этот визит был посвящен урегулированию конфликта и подписанию мирного договора. Но я считаю, что Алиев будет противостоять такому исходу. И уже есть какие-то политические шаги со стороны Ильхама Алиева. Он обратился в Конституционный суд для того, чтобы понять, каким образом он сможет распустить мирный межлист для внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Это отложит мирный процесс урегулирования конфликта и подписания мирного договора. Посмотрим, как будут развиваться события. Но я считаю, что Азербайджан не готов к миру и все время будет бойкотировать все эти политические и дипломатические давления со стороны США, которые мы наблюдаем.